МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире передача «Православная Брянщина». Брянск, как и вся наша страна, торжественно отпраздновал День славянской письменности и культуры – церковно-государственный праздник. В этот день Русская Православная Церковь прославляет святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских, миссионеров, богословов, создавших славянскую азбуку. Труды великих братьев послужили началу письменности и приобщили многомиллионные славянские народы к мировой культуре. Праздничные торжества в Брянске начались в Божественной Литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе, которую совершил митрополит Брянский Исевский Александр с сонным духовенством. По окончанию литургии в честь праздника с иконы святых Кирилла и Мефодия состоялся крестный ход вокруг собора. В молитве, обращенной к братьям-просветителям, мы просим сохранить в мире славянские народы, которые святые Кирилл и Мефодий объединили единой православной верой. Своя преимуще вение по Господу, где вставление, прилежно нам молите, да обратит нас путь спасения, да умерит раздор и единоберный, да приведет в единомыслие от падших, от падших, и всем наступом любви, да соединит в единии святей соборные апостолицы. В 862 году братья-просветители начали свое главное дело. По просьбе князя Ростислава император послал их в Моравию для проповеди христианства на славянском языке. Святые Кирилл и Мефодий с учениками составили славянскую азбуку и перевели на славянский язык Евангелие, апостол, псалтырь и многие богослужебные книги. Они ввели богослужения на славянском языке. Я свет миру, сказал Господь. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Будем же помнить о том, дорогие братья и сестры, что просвещение – это не просто процесс получения или распространения знаний. Быть просвещенным – значит иметь в себе свет истинный Христовой. Ровно в полдень на площади перед Брянским кафедральным собором начался хоровой концерт, посвященный памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла и празднованию Дня славянской письменности и культуры. В концерте приняли участие сводные академические, народные и детские хоры, в которые вошли лучшие коллективы Брянщины. Открылся праздник тропарем Пасхи Господней в исполнении сводного академического хора. Христос, воскресенье измерительный, Смертию смет вам прав, Смертию смет вам прав, Исущим во крови живут дорога. Среди высоких гостей, посетивших праздничный концерт, был губернатор Брянской области Александр Васильевич Богомаз. Я хочу пожелать, чтобы то, что мы сегодня делаем, и то, что мы передаем нашим детям, чтобы они, как и мы, горделись тем, что мы славяне. С праздником вас! Сводный академический хор также исполнил гимн святым равноапостольным Кириллу и Мефодио. В программе прозвучали и известные эстрадные песни. Призрачно все в этом мире в ушлующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг, между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Есть только миг, между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Выступление сводного народного хора также было ярким и праздничным. Артистам, исполнявшим знакомую каждому из нас с детства «С чего начинается Родина», с ноткой ностальгии подпевали зрители, в числе которых были школьники, студенты, представители общественности, жители Брянска и прихожане. Песня «С чего начинается Родина», с артистами и упором. Той самый березный, что упорит, как ветром слоняет на звезд. А может она начинается, «С чего начинается» А народная калинка вызвала улыбки на лицах зрителей и была встречена громкими аплодисментами. «С чего начинается» «С чего начинается» «Родина калинка» В майские дни в Брянске по благословению митрополита Брянского и Севского Александра состоялось еще одно значимое событие – межрегиональная выставка-ярмарка «Свет веры православной». На православную выставку из Карачевского Никола-Одрина Женского монастыря был принесен список чудотворной иконы Божьей Матери Споручницы Грешных и в день открытия совершен торжественный молебен. Благопоспешенство со всяким довольством, силы действия благодати, без святого рукоподати, Господу помолимся, Господи помилуй. Никола-Одринский монастырь, который предоставили нам на выставку главную икону Споручницы Грешных, у которой мы ежедневно по утрам до открытия выставки совершаем молебное пение перед этой иконой и спрашиваем благословения у Богородицы на грядущий день и каждый день мы благодарим Бога за то, что мы имеем. География участников большая. Сочи, Крым, Екатеринбург, Пермь, города Центральной России, древний татарстанский город Болгар, Башкирия, Черногория, Мордовия, Белоруссия, Украина, Греция. Каждый из участников представлял продукцию своих храмов и монастырей и знакомил с историей святынь. Оттого путешествуя от палатки к палатке, люди словно совершали паломничество по святым местам. Представляю я мужской монастырь Крестовая пустыня. Он находится в 30 километрах от побережья, Черноморское побережье Кавказа, город Дагомыс. И от Дагомыса ведет дорожку к нашему прекрасному мужскому монастырю. Место это не случайно выбрано, где монастырь у нас строящийся. С монастырю 16 лет. На этом месте монахи-отшельники уходили и жили в пещерках, уходили от мира. То есть это труднодоступное место. Это считается как новый Афон именно у нас в России. На этой выставке в первую очередь мы представляем свой краснодарский чай, потому что чайные плантации, первые чайные кусты были посажены в 1901 году именно в Солохауля, где находится наш монастырь. Иконы, написанные греческими мастерами, на которых изображены Спаситель, Пресвятая Богородица и святые угодники Божии. Ладан, домашняя церковная утварь – это далеко не полный перечень товаров из Греции, которые были представлены посетителям. Представляю монастырь, Афонский монастырь Кутлу Муш. Это греческий монастырь, на составе греческого монастыря есть русское братье. Этот монастырь, в котором подвязывался старец Паисий Святогорец, где его келья Панагуда. Здесь мы привезли греческий товар из материковой Греции, из Афона, самой горы Афон. Масла, освященные там на Афоне, иконы, святители Спиридона разные. Освящать ездим еще на Корфу, к мощам святителя Спиридона. Ну вот по завершению уже выставки можно сказать, что я здесь первый раз. Очень хороший народ, добрый, отзывчивый, православный в основном, конечно, кто приходит на выставку. Очень мне понравилось. Конечно, немножечко погода подвела, но на самом деле людское тепло, оно согревает. Большое спасибо правящему архиерею Александру за благословение на проведение этой выставки. Православная выставка носит благотворительный характер. Сейчас многие храмы и святые обители по всей России, в том числе и в Брянске, восстанавливаются. И для этого нужны немалые средства. В первую очередь мы пришли на выставку, чтобы представить храм Рождества Пресвятой Богородицы, который мы восстанавливаем в селе Княвиче Жирятинского района. Храм 18 века, храм разрушен с 1937 года, он просто-напросто, службы в нем не проводятся. Поэтому хотелось бы призвать опять же всех наших граждан Брянска нам помочь. Сотрудники Духовно-просветительского центра имени преподобного благоверного князя Олега Брянского при Брянском кафедральном соборе в выставочные дни не только рассказывали о деятельности центра, показывали мастер-классы как для детей, так и для взрослых, но и проводили акцию Святой Евангелия в каждый дом. Люди могут взять для себя Евангелие, и для того, чтобы дома читать, изучать его, оно написано на русском языке, имеется в виду русский шрифт, шрифт довольно крупный, то есть и старый, и млад, могут его читать. Также, например, в этом году здесь представили себя, так сказать, воскресная школа Брянского кафедрального собора. Они на улице исполнили песнопения пасхальные, стихотворения, рассказали о деятельности воскресной школы, попутно пригласив детей в школу. То есть вот такой вот ярмарочно-просветительско-информационный такой вот характер. Все желающие во время работы выставки могли обратиться с волнующими их вопросами к священнику. Неотъемлемая часть подобной выставки, которая проводится у нас в городе, это комната священника, где находится стенд, задая вопрос священнику, где дежурят священники нашей епархии в течение дня, и каждый приходящий на выставку может обратиться к священнику и индивидуально с ним побеседовать, задать им какие-то свои вопросы, решить какие-то проблемы. На выставке погружаешься в православный уклад жизни, где лампадным огоньком теплятся родные и зачастую забытые исконно русские традиции, которые хранят и возрождают в монастырях. Поэтому здесь в обилии были представлены продукции монастырских и фермерских хозяйств, мед, лекарственные травы, народные промыслы. Так, при Свято-Никольском храме украинского города Кировоград есть своя маловарня, где производят натуральные мыло и шампуни и другую полезную для здоровья продукцию. У нас на стенде представлено наше храмовое производство и разные поделки, ручной работы. Только это не в нашем храме сделано, это привезено с родины. Кжель, это делает Подмосковье, кжельские фарфоровые заводы, у нас здесь много заводов представлено. И все, что из дерева, поделки, это город Семенов, Нижегородская область, родина Хохломы и Матрешки. Новинки православной литературы, поучения святых отцов и красивые, богато иллюстрированные издания для детей вызывали особый интерес у брянцев. Радует, что в Брянске есть читающая аудитория, приходят люди очень подготовленные, которые давно читают, и они хотят увидеть новинки книжные. Но также основная масса людей, которые для себя только открывают азы православия. И очень радостно, что проходит такое событие, православная выставка, которая может помочь людям открыть для себя православие и ответить на разные вопросы. Очень много книг. Я внучка, вот третья внучка, она как-то далеко от меня живет. Я купила книжечку позавчера, Библия, моя самая первая Библия. До того я ее как-то не встречала. Она вот как-то не знает еще про Бога мало, и вот ей так понравилось. Многие посетители отмечали особую атмосферу выставки. Во-первых, узнаешь больше о существующих монастырях, о иконах, рассказывают все внимательно, с большим интересом. Ну и вообще походить, даже дух с православной выставки, он радует всех это удовольствие. Я вот третий раз прихожу и все время хожу с удовольствием. И каждый раз нахожу для себя новое. Благодать Божия сама присутствует. Тут ходишь, если верующий, если православный, как за глотком кислорода. Очень хорошо. В прошлом году была каждый день, и в этом году. Тут даже все не обойдешь и все не увидишь. И все не узнаешь. Хотя пополняет все твои знания, все твои умения. Все такое чудесное. Жалко, потому что она у нас бывает один раз в год. Но хорошо, что бывает. Всегда приятно посетить ее, почувствовать не только витающий здесь православный дух, но и посмотреть на радостные лица людей присутствующих. Приобрести что-то из товаров. Мне, например, очень нравится медная лавка. Какие-то пряники можно купить детям. На протяжении всех шести дней выставки миссионерский концерт давал священник Валерий Логачев, клирик Орской епархии Оренбургской митрополии. Моя основная работа уже с 2010 года по благословению митрополита Валентина, а потом епископа Иринея Орского. Миссионерская работа в сотрудничестве с православными выставочными компаниями. Практически я езжу по выставкам весь год. То есть 30-40 недель в году я в командировках. Это все у меня епархиальные командировки. То есть мне эта епархия дает. Я еду. Всю неделю работаю с утра до вечера, даю 5-7 концертов в день. Понятно, что концерты не просто музыка, не просто песни, но обязательно беседы. То есть в принципе даже беседы, наверное, имеют более главенствующую роль, потому что это людям даже нужнее. Песня она для чего? Для того, чтобы душу немножечко, так сказать, разбудить, остановить человека, да, потому что песни звучат разные, и свои песни, собственно, и песни разных авторов. Потому что человек останавливается, а потом, когда я смотрю, что люди собрались, я начинаю беседу на самые разные духовные темы, на нравственные темы. То есть зависит от того, какая аудитория. Для православной аудитории это может быть одна тематика, для неправославной другая. И фактически в любой аудитории находят, что сказать. Слава Богу. Ты моя Россия, нет тебя красивей, облака в разнушку, бесконечно дай за напивнивый плачущий ирой души твой спашку. Ничего не жаль, ты моя Россия, где Сергей Есенин, белые березы, русская изба. Куликова, Павле, русский дух и горя, а куполами за грехи мольба. В следующем году Брянск также ожидает православную выставку-ярмарку и, возможно, с еще большим количеством участников. На этом наша передача подошла к завершению. Дорогие телезрители, до новых встреч! Христос Воскресе! Редактор субтитров А.Семкин